Здорово, аяки, у микрофона зуберки, и перед вами самое тупорылое, что можно найти на ютубе. Конкретно, открытие кейсиков, контейнеров и прочей дряни. Ну, вы сами знаете, если когда-нибудь увлекались видосами по Warface, видосами по какому-нибудь там, ну, не StarCraft, а как он называется-то, хоть КС-ки, вот, КСГО, какой-нибудь сидит там, опездала малолетняя, и, значит, открываете кейсы, и куча-куча-куча-куча просмотров, там хомяки набегают, смотрят, ну, боже мой, он там сейчас выиграет яхту Абрамовича, остров в Тихом океане, и пентхаус где-нибудь, и, не знаю, и Джей Ло еще в придачу. Ну, Памел Андерсон уже как-то постарел и не котируется, поэтому ее не разыгрывают. Естественно, все это наебаловало, по большей части. Любой вот такой вот Joy-казино, Mail-казино, это попытка выйти из вас кучу бабла. Я думаю, все-таки с реальными наградами. Я думаю, можно с роли 187-го, вопрос только, насколько быстро, сколько вы сюда втюхаете. Я решил, что я могу потратить часть донатов, которые получил от подписчиков, спасибо им за поддержку, на, в общем-то, информирование этих самых подписчиков. Вот что можно получить, потратив 3200 рублей на 50 контейнеров, что эквивалентно, по-моему, двум объектам 187-ым. Получится ли у меня с роли что-то вкусненькое или не получится? Поехали! Так, тын-тын-тын-тын-тын, купите, купите, за Z-Money, Z-Money. Перейдем к оплате. Естественно, информацию я скрою, какую нужно, чтобы вы мне не взломали, не угнали все мои 3 копеечки с Z-Money. Реально, там что-то рублей. Да, по-моему, 3300 и лежит как раз-таки на все это дело. Так, смс-ка. Смс-ка, смс-ка. Боже, куда я засунул мобилу, Роман, что ты творишь? Пришла смс-ка. Так. Кодик. Тын-тын. Тын-тын-тын. Ага. Ню. Ага. Ну давай, уже мыло. Уже мобила же булькнула. Можно, все, можно переходить. И вернуться в магазин. Ну смотрим. Сейчас меня перенаправить в страницу инвентаря. Как я понимаю, это некое хранилище всех ништяков, которые ты сдуру в этом сервисе купил. Почему сдуру? Потому что, ну я лично не верю, что мне там за 10 кейсиков, там за 500-600 рублей выпадет какой-нибудь танк седьмого левела, который еще и является одним из самых вожделенных. И чего уж греха таить, один из самых комфортных и эффективных танков, да в принципе во всей игре. Потому что у 187-го башня с восьмого уровня в чистом виде, у него отличная пушка, один из лучших пробоев на уровне, у него есть свои какие-то классные плюшечки. Ну давай чего-нибудь сделаем-то, алё. Что-то мне перемещает на страницу инвентаря просто два года реально. А, вот, вот, вот оно, нашлось, нашлось. Так, мобилу убираю. Вот они, кейсы, поехали. Открываем сундук. И... Нажало, серьезно? Прям сходу? Ну, окей. Окей, сделаем вид, что мне просто повезло. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Платиновый жетон общей репутации. Боже, они даже сюда пихают жетоны на общую репутацию. У них просто нет совести. Серьезно. Уж сюда бы можно было засунуть нормальные жетоны. Так, премиум статус на один день. Прекрасно. Прекрасный выбор. Николя, какой из сортов каньяка вы предпочитаете в это время суток? Из сортов каньяка я предпочитаю водку. Прекрасный выбор. Платиновый жетон на репутацию. Спасибо. Мейл.ру не хватает. Репутации вообще не хватает прям. Причем, вы знаете, как бы, это жетон на репутацию Мейл.ру. С каждым вот полученным вами жетоном на репутацию, немножечко Мейл.ру свою репутацию теряет в ваших глазах. Вы как бы так все хуже и хуже к ней относитесь, понимаете? Еще репутация. Ну, я бы сказал бы, что они охуели уже сейчас. Если бы мне выпала хотя бы половина вот этих вот жетончиков на кредиты, я бы сказал бы, что да, ну, это хоть какой-то смысл имеет. Но нет. Жетоны на репутацию, это просто, это конченый пиздец. Просто конченый. Два дня према мне выпало и жало С пока что, из интересного. Второй жало С, хорошо, я понял. У меня теперь будет целый взвод этих жалок. Поехали дальше. Четвертый левел стоит, по-моему, косарь голды, ну, воды. Два косаря голды я получил. Платин, блять, один? Платиновый контейнер одна штука? Не пять, не десять, не двадцать, а один? Окей, окей. Интересненько. Это уже, уже сейчас интересненько, платиновый жетон на, сука, репутацию. Рядышком был 187, на одну клеточку я не доехал. Конечно же, все это очень глупо, и, на самом деле, вот эта полоска, она имеет ровно одну, ровно одну функцию. Наебать вас. Показать вам, что вы остановились прямо возле танчика, и остался буквально один шажочек, чтобы получить этот танчик. Нет. На самом деле, вас нагло обманывают, и, естественно, генератор, там, случайных чисел, запрограммированный мейлом, он работает так, как надо. Я уже просто четвертый раз рядом со 187 оказываюсь, а толку нету. Но мы идем дальше. Пока что у меня, сколько там, 70 жетонов на репутацию, и мыло может, пока, пока может идти нахуй. Серьезно. С таким подходом. Рокпак. 3000 голды. 3000 голды. Что эквивалентно, ну, чуть больше 500 рублей, 600 рублей. Дальше идем. 3000 голды, 2 дня према, платиновый контейнер, и идите нахуй со своими жетонами на репутацию. Дальше идем. А шансов-то все меньше. 3 дня према. У-у-у. Тутс, 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 тутс. Далее. Крутись, мрадной. Платиновый жетон на репутацию, сука. Ну, что им мешало впихнуть сюда жетоны на заработок? Ну, серьезно. Ну, хотя бы по 5 жетонов на заработок. Ты тратишь 3200 рублей на то, чтобы пофармить, сука, жетонов на репутацию? Мыло, ну, ты совсем... Боже, как бы, как там... Дядя, ты совсем алло? Платиновый контейнер, сука. А вот слева, обратите внимание, были платиновый ускоритель и солдаты удачи. Сколько мне их выпало? Ноль. Ноль, сука, выпало. Но, оль. Далее. Жетон. Да. Да, 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 да. Не, ну, я начинаю потихонечку привыкать. Я начинаю потихонечку привыкать. Я, на самом деле, не сомневался, что здесь будет смешно и нелепо. Но чтобы настолько, чтобы тебе просто гарантированно выпадал один и тот же гребаный жетон, который абсолютно бесполезен, он, я подчеркиваю, он абсолютно бесполезен, в этой игре нет проблем с опытом. И с общим опытом тоже нет проблем. Здесь есть проблемы с премтанками, ну, чтобы их сролить, с кредитами, потому что их категорически не хватает даже такому игроку, как мне. Не то, что средненькому игроку. По-моему, это четвертый день према. 3000 голды мной заработано. И миллиард жетонов. А, и два еще премиум, как их называть? Не премиум, а платиновых контейнеров. Идем дальше. Платиновый жетон, общая репутация. Прекрасно, прекрасно. Бустер, сука, еще ни один не упал. Напоминаю, 3200 рублей за то, чтобы тебе даже блядский бустер не выдали. В количестве пяти штук. Гребаный бустер, понимаете? Это слишком, слишком журно, я понимаю, Мейлру. Человек, который просто, да знаете, до самом деле, довольно крупную сумму, все-таки три куска, это нихрена не в лужу пернуть, да? Это много. 4000 голды, что эквивалентно 800 рублям. Далее. В принципе, половину мы уже прожулькали. Половину баблица я уже прожулькал, считайте, 1600 рублей. И пока что, пока что я заработал ровно вдвое меньше, чем должен был. День према, да? На пятый уже. О, ну вот это уже лучше. Вот это уже наряднее. Значит, к тем четырем кускам голды добавляются еще два с половиной куска, которые стоят прем. То есть, шесть с половиной косарей. Это эквивалентно уже... На пять разделить, да? Не сложно. Тысячу. Тысячу триста, правильно? Да. Пять на три, пятнадцать. Тысячу триста рублей. При этом потратил я все равно куда больше. Так. А, ну все, теперь поперли платиновые жетоны. Давай, 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 давай. Давай, ну-ка. Премиум статус, по-моему, шестой, если не ошибаюсь. Но это не важно. День према это такая мелочь, такая дурь. Если бы здесь были бы хотя бы какие-то там, не знаю. Вот здесь, например, должно быть пять платиновых контейнеров. Не один, а пять. Это нормально. Это нормально, серьезно. Если вы хотите нормальный сделать какой-то вот лохотрон, прям приличный, чтобы человек зашел, пофармил и остался доволен. Нужно здесь давать три дня према, семь дней према. Если бы я бы сейчас к текущему моменту нафармил бы, например, пять раз по три дня према, еще тридцать дней према за один раз, да, и четыре тысячи голды на четырех танчиках вот этих вот фиолетовых, ну, наверное, я был бы куда более доволен и сказал бы своим друзьям, что да, ну, это имеет смысл. Ты практически выходишь в плюс. Практически. Ну, и, конечно, если бы не выпадали бы бусты, хотя бы иногда, а не вот этот вот кусок дерьма. Я не знаю, какой ублюдок его придумал, но я надеюсь, что у него очень-очень все плохо, вот прям совсем все плохо в жизни. Далее идем. Касперский, отвали. Собака, ну почему ты не остановишься на единичку раньше? Ну, позязя. Ну, позязя. Так, премиум статус седьмой, наверное, или восьмой, да, и неважно. Остается всего 16 попыток. Вертись, вертись, мое колесо. Да? 15. Угу. Стабильность признак мастерства. А, знаете, вот на заднем фоне потихонечку проступают, надпись проступает Joy Casino Mail.ru. Ну, там ее плоховато пока видно, но скоро будет уже отчетливо. Что получается? 5 танчиков по косарю голды, 2,5 косаря голды за 30 дней према, ну, еще там, все остальное тянет, ну, еще на 10 дней према, грубо говоря. Ммм. Не та наградка, не тот уровень наградок, который я хотел бы получить. Не тот, Карл, совсем. Не, према 1. Один день премы это не то. Ну, все, осталось, в принципе, сколько? Десятка, да? Крутилок. 10, 12, 12. Премиум статус на 1 день нет. Это не про меня. Крутим, крутим, крутим. Платиновый жетон! Боже мой, давно не выпадало! Первый раз, прям первый раз. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Еще одно. А еще один АМХ-40 пак. Уже шестой, по-моему, по счету. 6, 8,5. Ну, короче, там, грубо говоря, ну, тысяч на 9,5-10 тысяч голды мне нападало сейчас. Ну, потратил-то я 3200, а не 2000 голды. Давай, давай, еще немножечко. 8 попыточей. Я в себя верю. Мне что-нибудь... Да, мне выпадает платиновый жетон. Платиновый жетон. Сколько раз я был рядышком, прям вот рядышком с вожделенным танком? Буквально в одном шаге от него. Да? Буквально в одном шаге. Но нет, как-то не очень выпадает. 7 танк. Ха-ха-ха. 7 танк, окей. 7 танк. Хрен пойми, какой платиновый жетон. Это, конечно, просто прекрасно. Вращаем, вращаем, вращаем. Премиумный статус на один день. 3. Так, 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 так. Ага. Еще одна хуйня. 2. Так. Ха-ха-ха. Сука. Ну все, последняя попыточка. Ха-ха-ха. Ой, сука. Да! Официально днище пробито. Ха-ха. Что я вам, друзья мои, скажу? Не зря я потратил 3200 на всю вот эту хуйню. Это вам и мне. Знаете, я купил для себя и для вас немножечко мозгов. Конкретно мозгов для себя, а мудрости для вас. Потому что мудрый учится на чужих ошибках. Вот вам, пожалуйста, 50 контейнеров, купленных лично мной и открытых. Что из них выпало? Да всякая херня из них выпала, извините за выражение. Выпало очень и очень... Ну-ка, тут будет что-нибудь показано? Ага. Ага. Ну спасибо, хоть мыло хватило мозгов не показывать пин-коды. Ещё раз давайте посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь тысяч голды за семь ракпаков плюс жалов. Причём выпадали в основном ракпаки. Жало выпало дважды. Ракпак пять раз. Ну окей. Наверное, это случайность. Дальше. Дни према. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и тридцатник. Сорок пять дней према. Сорок пять дней према это три семьсот пятьдесят, ну четыре тысячи голды. Округлим в будущую, в большую сторону для мыла четыре тысячи голды и семь тысяч одиннадцать косарей и в принципе остальное всё лютейшая херня. Просто лютейшая, Карл. Ни один, ни один грёбаный жетон на заработок кредитов не выпал. Ни один грёбаный бустер, чтобы мылу плохо было, не выпал. Это просто издевательство. Это даже не казино, это просто наебалово. Я понимаю, что это сервис, который там не говорит тебе, что ты что-то выиграешь обязательно. Я понимаю, что этот сервис не гарантирует тебе, что ты, скажем так, что ты получишь гарантированный приз. Нет. Но вот так вот в наглую просто пихать вот такой вот лютый шлак, это просто фе... Это просто феерия. Это надо быть, я не знаю, геймнет, как их называют, игрнет, мейлру, и прочими качественными товарищами, которые абсолютно плюют на свою репутацию ради заработка бабла. Как нужно было поступить мейлру в этой вот фенечке, с моей точки зрения? Можно было сделать фарм здесь вполне себе сопоставимым с фармом внутри игры. То есть, если ты потратился три с половиной куска, ну, получи до хрена плюшек интересных, чтобы человек понял, что, ага, я вот тут выиграл вот это, вот это, пусть он даже не получит больше, чем должен был получить. Пусть он получит меньше, чем он потратил, но плюс-минус похожее количество плюшек на эту сумму, и чтобы он друзей своих позвал сюда, чтобы он вот эти вот, например, бустеры потом перевел в игру, да, и они были полезными, а не просто дрянью лютой. Понимаете? Ну, 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 куда мне пихать репутацию и общую репутацию? Ну, некуда. Это же просто трешак. По-другому не опишешь. Эх. Что я вам скажу, скажу, други? Даже палкой, блять, не тыкайте в этот ебучий сервис. Он просто е-ба-ну-ты. Лично я бы сделал бы таким образом. Если ты тратишь достаточно малое количество денежек, то у тебя даже не так. Есть определенный шанс выиграть какую-то крутую плюху, например, объект 187. Шанс этот низок, 1-2 процента. И человек покупает контейнеры и крутит, 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 крутит рюлеточку. Если ему выпадает, вот повезло ему, здорово, он доволен, система его награждает. Если ему не выпадает, например, долго, например, на 3-4 тысячи рублей он потратил, существенно больше он потратил, чем стоит этот танчик просто на покупку. Значит, система должна щелкнуть и выдать ему этот танк. Просто выдать на руки. Вот я потратил вдвое больше, да, а получил фактически вдвое меньше. И самое главное, я не удовлетворен, я не получил то, что хотел, поэтому мыло.ру, оно опять, ну, конечно, оно заработало и 3 тысячи рублей, но все равно оно в говне по репутации. Просто вот в говне. Ничего по-другому не скажешь. Ладно, мужики, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы не будете пользоваться этим абсолютно ублюдским сервисом и что еще. Эти денежки я потратил для вас. Приходите, еще будет интересно. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok